Добро пожаловать на уникальный проект Грейр П. На карте присутствует собственная специальная карта для разных профессий и организаций. Нет помойного доната, адекватные правила, быстрая работа администраторов, много нового и того, что вы еще не видели. У нас есть уникальные плагины, такие как Виндиговые машины, уникальные маники с разной прокачкой, специальная профессия алхимика с уникальными машинами для создания всяких смесей, ученые, которые добывают руду и строят ракеты для заработка и многие другие плагины у нас на проекте. Ебать, бомбить, когда перестань? Мужик, 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 помоги, пожалуйста, помоги, пожалуйста. Мне спинку надо почесать, спинку надо почесать. Ну возьми, почеши себе спинку, бля. Ну, ты сам понимаешь, что чесает. Мужики какие-то идут. Наход ты меня толкаешь, не трогай меня, блядь. Я стою и спокойно никого не трогаю. Классно, не хотите в Францию? Не хотите во Францию. Ты мешаешь? По мне кажется, что я хочу во Францию. Гражданский. Кому я мешаю? Ваши месяц. Ваши, смотрите, у меня что-то. Убери нахуй руку эту. Не, вы можете их вливать. Вот вы говорили, что я люблю докапываться до людей и провоцировать их на что-либо. Нет, ребят, зайдите на ВВ2, посмотрите на какого-нибудь рандомного челика на профессии солдата и убедитесь в обратном. Потому что то, что происходит на серваках, где профессия какая-то открывается за игровое время или же за игровую валюту, словами адекватно не описать. У челиков от профессии, которые могут несколько больше, чем другая какая-то профессия, у них сразу кружится голова от мини-власти, хотя у них даже админки нету, и они начинают тупо хуеть. Так и тот же самый овощ, который у вас внизу этого экрана находится, на профессии солдата, ему показалось, что он может делать всё, что угодно. Ходить, расталкивать людей. Я стою ровно за границей КПП, я не нарушаю никаких ни правил города, ни правил сервера. Этот мудак подходит, и он начинает просто меня намеренно выталкивать за эту полосу, потому что найдётся челик, который захочет меня за это расстрелять. Он меня не расстреляет, но он сделает так, чтобы я просто сдохну, потому что он может так делать, как думает он. Единственное его объяснение, это то, что я кому-то мешал, а кому конкретно и каким образом, он не может объяснить. Поэтому смотрим дальше. Вот ещё один пример адекватности в кавычках тех челиков, которые играют на военных профах. Они всё так же открыто берут людей, провоцируют, и когда получают достойный ответ, то они начинают просто обузить тем, что им дозволено на профессии. Бить палкой, сажать в тюрьму. В общем, портить игровой процесс. Тебе понравится, если тебе понравится? А тебе понравится, если я тебе нож в горло воткну, нахуй, и прокручу. Это ты мне угрожаешь. Ты перешёл на такие вопросы первые. Не толкай нахуй меня, чё ты творишь? Я тебя предупреждаю, чтобы ты не пошёл... Ты мне такой же вопрос задал ровно. Ты мне такой же ровно вопрос задал. Мы же должны толкать друг друга, походу. Так чё, тебе приятно будет, нет? Ну смотри. Ну вот тебе скажут, я делать нехуй. Не, ну мне кажется, что штрафулить надо этого создать, чё-то очень плохо. Убеду боёв по друг другу, как-то не обошёл от КПП. Я сам в шоке. Отъебись, Блидота. Да, давай, давай, давай. А что этот символ значит, вот этот символ? Мразь ебаная, давай, удачи. Не, я не помашки. О, какие интересные вот традиции. Да, вроде, да. Меня сам в шоке, представляй. При арест. А у него несколько нарушений подряд, я, кстати, могу пояснить. Нормально, да, провоцировать самому, а потом ещё чё-то делать в РП-рамках. Ну раз нормально, то и это я тоже считаю достаточной мерой. Ну, когда меня уже разрестуют. Как в тюрьме? Так же, как и у тебя во рту, мой хуй поживает. Тепло, охуительно. Ох, ха-ха-ха. Да, тогда посмейся. Слабо. Что слабо? Слабо как раз сосёшь, я вот чё хотел претензию высказать. Всё хорошо, тепло, супер, но слабо, да, тяга у тебя. У пылесоса лучше, знаешь. Очень слабо шутишь. А кто шутит? Какие тут шутки? Не, в жизни, конечно, всегда должно быть место юмору, но не настолько, я говорю факт. Шутки уровня первоклассника. Ну так для тебя и делались. Ну, удачи, долбоебина. А, ну да. Медиум РП. Ну, вы вряд ли, если будете в тюрьме сидеть, и к вам подойдёт челик, который вас арестовал и засадил в тюрьму, вы вряд ли будете с ним адекватно разговаривать. Ебать, голос дети тут у нас в тюрьме завёлось. Это маленький украинский мальчик с ангельским голоском? Это ты базаришь, так? Как? Не понял, зачем ты открыл дверь? Да он мне на концерт пришёл, он сольник хочет всё сделать. У него тур как раз по тюрьме. Я первый на очереди. Давай, заходи. Можно, конечно, я не против. Заходи. Давай. Давай. Никогда не думал, что отсос приводит к освобождению от любого наказания. Ну, теперь точно. Ну, как видите, срок я уже отсидел за чужие грехи, но уже не суть так важна, и пошёл играть дальше. Думаю, но если я его сам наказать не могу, потому что у меня забрали админку, и ещё потому что сейчас админы пока не принимают ДжБ, надо просто идти играть. Не будешь я просто стоять на спавне, правильно? Правильно. Но я выхожу из КПП, и меня буквально, прям почти что недалеко от КПП, берёт, встречает тот же самый долбоёб, и решает опять спровоцировать, чтобы он оказался опять типа правым в этой ситуации. Слава в Советскому Союзу! Стоять! Зачем? В твоём слава! Кто стрелял? Да я ебу, что ли, кто стрелял? Казалось бы, он просто задал вопрос, а я просто на него ответил, но ему этого оказалось, ребята, мало. Что ты хочешь от меня? Ой, есть, есть оружие. И что ты давай, ну расстреляйте. Против таких. Хотите оружие купить? Что ты делаешь? Ебанулся совсем? У тебя как, в порядке с головой всё? Это пиздец, он... Бля, он не в адеквате, ребят. Это просто пиздец. Не, давайте, ладно, хорошо. Он меня посадил в тюрьму, и я его заслуженно отхуесосил. Я вышел из тюрьмы, у меня началась новая жизнь. Чё он от меня хочет? Нормально. Трасс. Сколько тебе ещё будет? Вот, сейчас. Да... Да пиздец, за что нахуй? А, я вообще без адматики. Только я не понял, почему с меня её сняли. Смотреть запрещено давать. ЖБ давал, у меня жб. Можешь сказать всё? Всё, записанные доказательства имеются? Всё имеется, тэп не разберёмся его. Ну, давайте тогда сразу запись, чтобы вопросов не было. Ну, тэп не, возможно, он просто мискликнул. Тэп не, узнаем. Молодой человек. Ну, не то чтобы мисклик. Может быть, клавиша залипла. Это не похоже на намеренное убийство. Вот намеренное убийство было, когда меня тот гондон убил. Блин. Варенье абрикосовое просто класс. Буду, наверное, срать дальше, чем видеть. Прям вот чувствую это. Ну, я к тебе подбежал тогда. Ты вроде бы то ли в менюшке копался, то ли ещё где-то. И только-только я успел подбежать к тебе, ты меня расстрелял. Ко мне нельзя было подходить. В смысле? Почему? Потому что я охранял, ко мне нельзя было. А что ты охранял? Ты один стоял. Я охранял этот, как его банк. Какой банк ты на улице стоял? Возле был банк. Нет, ты стоял знаешь где. Ну, вот здание, куда ещё тоже нельзя заходить и там лезть. Тут тюрьма вроде бы. Там ещё вот этот проход в подземку. Молодой человек, вы нашел обманывать здесь. Ну, вы были около банка, но что к вам подходить нельзя, это ничего. Как это правильно сказать? Ну, блин, извините, я не могу сказать. Человек даже подойти вплотную, в принципе, к вам не успел. Вы его уже расстреляли. Говорите, то, что вы хренете банка, да банк находится вообще в другом месте. А хренеть, соответственно, нужно укибить. Обратите, пожалуйста. Я не буду больше так. Да, хотя, ну не, он не особо адекватный. Он мне отсосать в тюрьме пытался. Зашел в камеру, говорит, типа, можно вам отсосать? Следующий игрок, следующий игрок, имя, сейчас скажу. Ой, что, он вышел. А, правильно, я сделал, что решил его не прощать. Он взял, нахуй ливнул. Ребята, которые думают, что на жалобе, если они ливнут прямо вот с неё, имея уже какие-то обвинения и уже подтверждённое нарушение, думая, что если они ливнут и им ничего не будет за это, пожалуйста, нахуй себе руки отрубите и не играйте в гаррис мод и в компьютер вообще. Следующий, сейчас скажу. Йоахим Пайпер. Йоахим Пайпер? Да, за обершутцы играет. А я изначально стоял на КПП и никого не трогал. Можно причины и наличие дёмки? Вы не можете запрошу демонстрацию. Итак, я стоял на КПП, никого не трогал и в основном никому не было до этого дела. Вот этот чел постоянно бегал меня, лупил палкой или же толкал время от времени, то есть уже фрипош. Вот. Я не лупил. Я ему... Хорошо, отметим. Значит, получается... Я предупреждал, чтобы ты ушёл. Не перебивай. Так вот. Я у него начал спрашивать, зачем ты это делаешь? Хватит типа меня толкать. Какого хуя вообще происходит? Он начал переходить на оскорбление, будучи на этой профессии. И, соответственно, я ему ответил тем же самым. И он меня взял и арестовал. Потом он пришёл в тюрьму и также там провоцировал на оскорбление. После того, как я из тюрьмы вышел, он побежал по-быстрому до вокзала и уже меня встретил, считай, там, конкретно, недалеко от КПП, вокзально. Какой вокзал? Вот. Далее. Не перебивай. Второй раз уже прошу тебя. Я на КПП был. Второй раз прошу тебя, не перебивай. Чего ты сочиняешь? Второй раз прошу тебя, не перебивай. Так вот, он подбежал, начал спрашивать, типа, стоять, где были взрывы от... Что вы... Ой, про стрельбу какую-то. Кто-то где-то стрелял, говорю, я не знаю, кто где и с чего стрелял, побежал дальше по своим делам. Он в итоге за мной в погоне увязался. Ты сейчас врёшь. Третий раз уже тебя, прошу, не перебивай. Так вот. Степан, давайте вот что-то сразу посмотрим. Ну, хорошо. Дай, 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 я покажу, да, без проблем. Пайпер, если что, я прям сейчас вам могу уводить наказание, так что... А то, что он перебивает и мешает мне рассказывать, это учитывается? Без дёмки можно. Нет, я просто сейчас могу вас как бы... Это как? ...заджайли за 6.4. Слушай, а что, вообще всего того, что я рассказал, нету? 6,4. Так вот, конец, он уже близок. Я просто бегу дальше по своим делам, он, оказывается, за мной бежит. Вот, раз пострелял по мне, я остановился, дождался, пока он добежит. Я говорю, что ты делаешь, что ты ненормальный совсем, и дальше по своим делам иду. И он меня убил, сделал. Хорошо, что ты не делал этого? Потому что я приказывал, чтобы ты остановился. Лицензию на оружие он. На какое оружие? У меня нету оружия, нет. Ты просто игнорил и бежал. Далее мы идем с админом в дискорд, и я показываю ему демку от и до, самого начала и конца момента, где он нарушает какие-либо правила. Челик, если вы могли заметить, уже начало клинить башню, когда он начал ругаться, типа, да мне похуй, ты сейчас врешь и так далее. Он старался меня максимально возможными способами перебить, и чтобы я не мог нормально объяснить ситуацию. Я его больше, чем три раза просил перестать перебивать, хотя, конечно, каюсь, хотелось сказать, закрой ебало, чтоб не поддувало. Но я понимаю, что если я это скажу, то его провокация будет успешной. И админ в качестве нарушителя будет рассматривать уже не его, а меня. Вот он меня арестовал, сам спровоцировал конфликт, начав оскорблять просто так. Все, я понял. Вот зачем вы начали его толкать? А это не все еще? Ну вообще, для чего вы начали его толкать? Это ж не все еще, там еще фрекил. Ну все, ну и сейчас мы сначала с этим, да, зачем вы его толкать начали? Потому что мешал людям. Мешал людям чем-то, что он стоит вообще, вот и к стене прожавшейся. К стене. Он стоял прямо посередине. Чего вы, блядь, стул? Ты меня сам на середину толкнул, несколько раз. На конец когуда я его арестовал. И за полосу. Ты же сам это сделал. Я еще раз вхожу в этот инстарион, да, видел, он стоял посередине, вы его начали зачем-то толкать. Ничего, я не знаю, когда вы могли попросить его уйти от хреницы. Потому что мешал. Он сместился. Я его просил. В другую сторону, получается, стенки. Там вы его опять же начали толкать. Потом вы его оскорбили вдобавок к этому. Он, получается, да, вы его оскорбили. Он глаз оскорбил, и вы его за это оскорбили. Вот это вот чем делать? Сначала провоцировать, а потом оскорбить. Он к Олегу моему угрыжал. Чему ему угрыжал? А, могу рассказать. Мне коллега подошел, говорит, тебе приятно будет, если я тебя по ногам постреляю. Сказал, что в горло воткнет нож. Ну да, а чё? То, что я говорил его коллеге, это несколько раньше было. Я, когда французы пришли, начали пытаться меня заковать в наручники. Я их послал нахуй. Они убегают, и я у другого сотрудника спросил, типа, а можно сейчас к этим французам подбежать, пояснить им, кто они и что они. В ответ на это мне солдат говорит, типа, а тебе приятно будет, если я тебя по ногам постреляю? Я ему ответил в той же самой манере. Говорю, приятно будет, если я тебя нож воткну нахуй в горло. Типа, у меня в обоих случаях я сам на солдат не лезу. Потому что ты ему мешал. Чем я мешал? Я стою просто и всё. Потому что ты мешал пройти. Куда? Ты же никуда не спешил. Ты просто я утолкал меня. Ему? А куда он? Он никуда тоже не спешил. Лайпер, он сдвинутся потом в другое место. Но он обманывает. Он обманывает. Потом он сдвинутся в другое место, вы начали его толкать специально, чтобы он вышел за ленью, и вы его расстреляли. Потом дали вам... Кто обманывает? Что он... ДТП? Он вас оскорбляет, и вы его арестовываете за это. Это как вы понимаете? Но не можете этого объяснить, потому что он слитый уже. Давайте я фрекилд покажу дальше, и уже будешь сам думать. Блядь, ты обосрался сейчас. Обиженный. Почему обиженный? Блядь, чел нарушил правила, я продолжу, я хочу откликать админов, и всё. Давайте заходить в бой. Я в Дискорде, я в Дискорде. Часто тогда уточню страншир динистрации. Где админ? Админ от тебя подальше ушёл. Где админ, блядь? Я же тебе сказал, он от тебя подальше ушёл. Высер. Ну так, не пиши, воняешь. Высер. Ну, не пиши, воняет. Высер опять? Ну, лечишься хотя бы, нет? Ребят, ну чё, вы обсудили? Не, ну фрекил. Чё, я так думаю лично. Это вот это вот ни хера себе, сколько сейчас нарушений мне придётся будет. Ну потому что... Как он должен догадаться, вот вы в него кто? Вот допустим, вы, вроде вы. Вы в него светите, ну и что дальше? Он вам сказал, нет, типа, это не я. Вы сидите, в него светите. Чё я должен догадаться? Либо делали бы, если бы вы сделали вот так, допустим, типа, вот, просто предупредительный выстрел, чтобы он понял или увидел. Или просто, ну, один раз в ногу стрельнули и всё. Какая что делал? Ну? Не в ногу стреляли. Я в ногу стрельнул. Смотрите, вас попали, вот, и выбежали опять. Потом я на поражение открыл огонь. Ну, я остановился, спросил, типа, он нормальный, нет, зачем он по мне стреляет, чё я ему сделал? Я ему ответил на его интересующий вопрос, он пошёл дальше меня ебашить. Ты ебал? Он фрекил. Сам-то ебалан. Я тебе хуем сейчас по зубам надаю так, что у тебя челюсть отвиснет гандона кусок обосранного. У вас нарушение правил, у вас нарушение правил теперь, оскорбление на разборке. Оскорбление ж человека учитывается. А видите, адекватнее себя. Ну, в любом случае, пусть администратор смотрит демку, ситуацию описал, считаю фрекилом. Дальше по ситуации смотрите, как будет. Типа, если он, если, если он вас реально остановил, расспросил, вы начали убегать, и он вас расстрелял, отфрекил, ничего не имеешь. Ну, админ, админ, админ. Ну, а что вы? Я же выбежал со спавна после того, как я отсидел срок, который он же мне и выдал. Он бежал целенаправленно ко мне, когда узнал, что я выпустился из тюрьмы. Это первое. Я уже все показал. Извини, а что переписывался? Вот. И он всю разборку вот так пишет, что я что-то высираю, что я вру и все такое. Мне больше интересно, почему он именно вас еще останавливает, когда вместо вас там еще пропужал несколько. Ну, потому что он меня посадил, и я его отхуесосил еще в тюрьме. Мне, типа, зачем ты нахуй ко мне пришел в тюрьму насмехаться над тем, что ты меня в тюрьму посадил за хуйню какую-то, которую ты сам спровоцировал. Ему это не понравилось, и его это обидело. Я вышел из тюрьмы, он пошел меня опять доебывать. Ну, типа, он в РБ меня провоцирует, и всю разборку он сейчас пишет про любое мое слово, то, что это высер, то, что я обманываю. Это вот сейчас единственный раз, как я грубо ответил ему. Ну, так это факт. Ну, то, что да, то, что я ответил единственный раз тебе грубо по достоинству, это да, это факт. Нет. Хуй тебе в омлет, вот тебе. Нормально будет ответ? Короче, администратор, ситуация, я считаю, довольно понятная и легкая. Типа, тут два пальца... Фри-пуш, фри-пуш, фри-арест, фри-кил. Оскорбление на разборке. Ну, это смотри, как администратор решит, если демонстрация, все, вот это, а я пошел. Пойдем, пойдем, пойдем на минуту, пойдем на минуту. Ну, блядь, какой фри-кил админ. Такой, в правилах написан. Читай. Неудокный. Я не старший администр. Так, в смысле, у него док-ли нет. Я уже доказательство, у него все... Я же все рассказал. Мразь, ебаная сука. Сука, получи въебало. Профри-кил же. А давайте, я очень сильно расстроен тем, что мне игровой процесс прервали, и я бы хотел максимальной меры наказания. Я очень и очень за обеими руками и ногами. Всеми пальцами рук и всеми клеточками тела. Мне, правда, досаждает находиться на разборках, вместо того, чтобы на серваке проводить время. Так нахуй ты, блядь, ПБ подал? Я подал уже Б, в надежде на то, что мы по-быстрому разберемся и выявим твои нарушения, но ты затягиваешь это тем, говоря то, что я обманываю, мне в итоге приходится доказывать, что я не обманываю, не тебе решать, что работает и как что не работает. Блядь, мне уже вообще похуй. Ну, да, зачем ты тут это так яро пытаешься оправдаться? Похуй, выйди с сервера. Тебе, правда, еще больше пан дадут. Я не оправдываюсь. Не оправдываешься? Даже это сообщение выглядит как оправдание. А ты завали ебало нахуй. Иначе что? Что ты заплачешь? Нет, ты уже заебал свои высеры говорить. Ой, ну извините, что такая тонкая натура, как ты, вынуждена со мной на разборках находиться. У тебя шутки на уровне первого класса. А твои шутки я в рот ебал. И претензии, то, что тебя не устраивает. Ну, понятное дело, как ты шутить можешь, если ты не умеешь этого делать. Методичку почитай. Высер. Да, да, сынок. Блядь, админ, короче, бань. Тебе, может, на клавиатуре вырезать буквы V-E-S-E-R, чтобы ты что-то новое учился писать. Высер. Ты же понимаешь, что у тебя нет достойного ответа, ты всю жалобу пишешь и высер. Чё, это адекватно, по-твоему? Ну всё, я жду выдачи наказания, это да. Если вам что-то не нравится, то можете оставить жалобу на моё имя, на его стопы. Да мне уже похуй. Приятный, не приятный. Спасибо огромное. Он ливнул или ты его забанил? Спасибо огромное. Тебе, ну, смысла реально нет с ним говорить. Иди нахуй тоже. Иди нахуй туда. Четыре класса образования, ебало, закрой, подонок Абдристаны, блядь. Граната там у них, нефига. Свин ебаный. Чтобы у вас не было лишних вопросов, я записал следующие фрагменты до того момента, когда с меня сняли админку. А, зато у меня столько еды есть. Офигеть. Офига, у челика тут. Ангар. А сколько строил по времени? Блин, реально красиво смотрится. Ну, прям, правда. Вроде бы, всего лишь два материала, или около того, но... И оно еще сюда и вписывается, кстану. Ай. Смотри, богатый человек, вот тут первый человек, вот второй человек, вот тут третий. Не грузите, где уже, сука. К вам из Ордынки приехал Дырдыркин. У меня Ордынская сигара с собой. Раз. Два. Три. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Семь. Восемь. 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 Девять. Ну, заткнулись. Десять. Все, одиннадцать. Дальше я не умею считать. А я умею. Я тут все умею считать. А можно я сейчас перед ним похвастаюсь, а потом, ты меня арестуешь? Все танцуют локтями, 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 все танцуют л из турции ты чёрт дайте пройду ребят молчать сам молчать все танцуют локтями все я думаю здесь будет полезно пересидеть ебать прям по крыше прилетело я не ошибался ребят помогите бежал из плена помогите бежал из плена помогите спасите спасите помогите я так просто это не оставлю а кто стрельнул по мне вот это давай на мужиках сейчас на кулаках нахуй хорошо если это по вашему медиум рп от игровка военного тогда объясните мне почему челик просто берет и стреляет помимо проходящим бегущим куда-то людям вот видите нету подходящего объяснения ну кроме того что он долбоёб ведь его медиум рп военного ограничивается лишь тем то что он стоит на посту раскидывает всех палкой направо налево кого только не попадя стреляет по людям просто так самых провоцирует на то чтобы кого-то пристрелить этот и подобные ему челик и заходят чисто для того чтобы насобирать себе кучу нарушений одних и тех же правил например несколько фри пуши несколько фрешоков несколько норб фридомагов и фрикелов и потом им ничего не будет потому что стоит тебе их забрать на жалобу они тут же прикинутся мега ранимыми солдатами которые любой вздох свою сторону будут считать оскорблением и просто будут типа вправе тебя пристрелить я блядь герой германии висок с обычно зачем ты это делаешь дальше еще блядь дурак нахуй совсем ебанутый сука блядь 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 ты не понял не трогай не трогай забил халё блядь 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 совсем нахуй блядь че блядь поправил с ответки да пошел отсюда опа нахуй это кто то есть а а блядь а блядь а однако с хайл божия б zapл блядь а с в к паре можно жить дальше болезнь что этот в человек гр Ну это ваша проблема Не, я с людьми разговариваю Человек добрый, подлечи Да, ты на... Это раскорбление немецкого солдата? Да нет, я вон с солдатом разговариваю Мне нечем теперь лечить Иди к доктору Сука, обожаю себя за то, что я не придумываю гениальные ответы на диалоги В 2 часа ночи, когда диалог уже закончился давно Мужики, если что, один из нас нормально не ходит Я тут спрятался у вас, зашкерился, так скажем Если что, не стреляйте, пацаны Понятно, понятно Пацаны, не стреляйте, пожалуйста Просто поговорить хотим Не стреляйте Да, поговорить хотим, какого хуя Гитлера чему славается Блядь Стоять на месте Все танцуют локтями Все танцуют локтями К сине, сука, я, блядь, второе уже дважды не буду повторять Так ты уже и так повторил дважды, блядь Действительно, ладно Танцую локтями Так, блядь, на допрос, пойдем сейчас По какому поводу? На допрос По какому поводу? На допрос, ты Допрос? На такой территории, где только что была перестрелка Да нет, было никакой перестрелки Давайте, ничего с вами не случится Хоть да просто, если я выдумал перестрелку, там ничего не было Так он хочет меня Хлопить Зачем? Блин, ты не запустился в космос Чтобы в космос запустить, он использовал шокер Не для того, чтобы меня откуда-то отогнать Выгнать, угрожать мне этим шокером Чтобы в космос, блядь, меня запустить Ну просто пиздец Блядь, иди сам давай свалил по-быстрому Давай, давай Ты че, совсем дурак, нахуй Иди работай, блядь, я и так у себя дома Ты шиз Власть голову ударила, ест твою мать Зайди Сука, ты прикинь, в какой Клетку Я и так у себя дома Я думал о себе Что, блядь, двери мне закрывает Нахуй вы их дергаете, блядь Отойди нахуй от двери, что ты делаешь Вас нахуй послали Вы вышли на улицу только что Все, они вышли на улицу А че, единственный человек в городе Почему не ты монгол? Я тебя поздравляю Какую нахуй монгол, блядь Монгол А, блядь, за что, они стреляют нам? Тихо, 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 все, все в порядке Ты че, ебнулся со всем, ты че делаешь? Зэта лупа Фью-фью, где? Где мой брат? Фью-фью-фью Фун-фью, ригер Ты, блядь Ты Рен, выговаривай, пожалуйста Фун-фур, иди за мной Да мы поняли, что ты хочешь А, дай, иди, отошел Отошел Зачем, че такое? Ваш человек меня оскорбляет Ваш друг не знает Попытка убийства Он меня стрелял Так ты в курсе, что ты сам на это спровоцировал его? Ты, блядь, иди с моего дома, че ты меня толкаешь? Пусти, блядь Нормально? До свидания Пустите меня Спасибо Там кто-то ебет чугун Да, там не кто-то, там весь отряд, нахуй Вот это смачная оргия Хватит двери мои дергать уже Че ты ходишь сюда постоянно У тебя работы нет Ты меня щас обыскал, серьезно? Так, иди, с моего дома Че ты толкаешь меня? Эй, в черном, да, ты, 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 ты Я вот не пойму, но Ты, блядь, что делаешь? Зачем ты это делаешь? Ты как, ебнутый совсем На хуй лезешь? Придурок, блядь К этому моменту я уже изрядно подзаебался терпеть все вот это обезьянчество от военных, которые столпились у нашей квартиры с начала камчаса, такое ощущение, что мы единственные два человека, которые живем в этом городе и нас нужно строго охранять. Нет, я отдаленно понимаю, чем обусловлена такая строгость у военных профессий. Во-первых, это сеттинг. На этом можно закончить. Но это же не должно доходить до того, чтобы челики на таких профессиях забивали на правила. Но это же не должно доходить до такого абсурда, как, например, нарушение правил сервака, на котором они играют. Они натурально нарушили около трех или же четырех правил. Кто это делал? Без преувеличения скажу, весь комендантский час нам досаждали челики на военных профах, выбивали двери просто так, без ордера. Потом заталкивали нас либо пушами, либо дубинками в квартиру, хотя мы и так в ней находимся. У меня нет мыслей на этот счет, кого они конкретно отыгрывали в эти моменты. Три пушек, Забуз, Дурабуз. И просто шизофреник. Чего вы понемногу пались? Так в нашей империи шизофреников не любят. Империи? У нас империя? Ну это империя, все, мы теперь империи. Империя это монархизм, блядь. А у нас фашисты. Мы империалисты. Так что мы не империалисты, мы фашисты. До свидания. Не знаю, они меня уже заебали. Да ты меня заебал. 6 часов 8.1. Страх потерять, да? Мы трах потеряли. Траха нет. Закройте лучше двери. Има. РПГ. О. РПГ. Закройте дверь, блядь, это страшно. Ну вот мне так, чисто из интереса, ребят. Вот просто, ну, поинтересоваться причиной, какая была убийство. Генри Хрюкович. Генри. Генри. Здрасте. А ты зачем убил, взял? Кого убил, взял? Ну, у меня в логах показывается, что меня убил ты как раз таки, чем-то взрывным. Упала бомба. Ну, твоя, видимо, раз показывает тебя в логах. Да, моя бомба. А, зачем ты её кинул так, чтобы меня убило? Подожди, а другого не убило, что ли? В смысле? По тебя? Ну, меня убило, зачем ты её кидал вообще? Нет, возле тебя ещё один был. Возле тебя ещё один был. Ну, кто? Сзади меня, который стоит челлик? Да, да. А зачем ты кидаешь туда? Вообще-то хотел не только тебя убить. А, то есть, ну, ты говоришь, что ты хотел как раз таки нас обоих завалить, но ты не объясняешь, почему ты это хотел сделать. Почему я, вообще-то, как я и говорил, он был шпойдом. Вы много раз оскорбляли немцев, и я решил вас убить обоих. А обоих зачем? Ну, так как это был твой дом, ты хранишь у себя больного человека. Храню, это что, сувенир, блядь, какой-то, по-твоему, больной человек? И я тебя тоже особо не буду. Что? Мы стояли весь камчас у себя дома спокойно, никого не трогали. У вас один челик доебывался до нас систематически. И ты теперь ещё взял, просто захотел убить, блядь, потому что там какой-то чел больной был. Тебе не кажется, что это вы оба с тем челиком больные? А что, в общем, я... Ну, вообще-то, как я видел, первые начали вы доебываться. Ещё даже тогда... Блядь, мы дома стоим, как мы можем доебываться? Это вы не отходили от квартиры, просто потому что я на пороге стою. Ты пару раз даже выходил. Да, далеко? Ну, не очень далеко, но всё равно... Не, короче, ты не в Минько. Я думал, на Мэджике люди, ну, нелогично себя ведут. А, нет, оказывается. Два убийства, значит, два часа. 4,4. Вы у себя больного укрываете. И шо, люди болеть, по-твоему, не могут, пиздец? Ну, ты же как-то больной пошёл работать. На пас, лаванда, пачка папирос, включить жопу, волосной вопрос. Я не оттолз, получив ебасос, забей скорее на мой главный вопрос. Яйца болят, что я хотят, тяжкие эти меня тяготят.